Я очень не собиралась, делала красивейший стол. И вот мы только сели, только подняли бокалы, и у меня пошла кровь горлом. Я прямо умирала. Если бы не муж, я бы, конечно, наверное, умерла. Я потеряла сознание. Я задыхалась. Это просто ужас какой-то был. Пациентка довольно произвела такое хорошее впечатление. Очень общительное, доброе, отзывчивое. Очень хотелось ей помочь, этой пациентке. Надо начать с того, что Наталья Борисовна очень такой светлый, приятный и позитивный человек, который не унывает ни в какой жизненной ситуации. Мы с ней знакомы уже не первый год. Достаточно большое количество болезней все-таки накопил человек за время своей жизни. У меня было все в моей жизни. Проблемы с сердцем, врачей консилиум, их очень много. И они мне сказали, Наталья Борисовна, давайте мы вам подберем вот этот клапан. Я в свое время делала ортокоронерное шунтирование, но на то время, когда она обращалась к нам именно с этой проблемой, то, что начала беспокоиться нос. А беспокоить в основном это одышка, слабость, это периоды потери сознания. Мы не могли тогда радикально ей помочь. Я выучилась на парикмахера и стала работать. Муж, двое детей. Я зарабатывала очень хорошо. Я даже больше мужа зарабатывала, потому как, конечно, я денно и нужно, я работала. У меня получилось так. Были мы у подруги на день рождения в ресторане. Ну, был танец, и мы пошли танцевать. Пошли танцевать, и я стала задыхаться. Я присела. Потом время прошло, я опять пошла танцевать. Я опять стала задыхаться. Дома. Была дома, и у меня был приступ тоже. Я задыхалась. Это первым делом давление страшное, 200 на 110. Приехала скорая, и меня забрали. Вот, в Очерковского, вот, в нашу больницу. Поступила я в больницу, там был консилиум. С таким сердцем вы не сможете жить. 24-го, 0-7-го, мне сделали операцию. У меня положили сначала, конечно, в реанимацию. Потом в палату такую одиночную. Ну, я что сделала, конечно, это глупо. Но я думаю, ага, что ж, я представляете, я же парикмахер, мне же надо хорошо выглядеть. А рядом со мной вот такой вот мой как душ. Я быстренько голову помыла. И я тихонечко по стеночке выхожу в коридор. И тут лаврач наш идет. Ну, он, конечно, он не мог поверить. Он созвал всех. Говорит, посмотрите на эту красавицу. Вы посмотрите на ее вид. У меня и губы накрашенные, и глазки накрашенные, и причесочка, и, в общем, ну, все. Ну, так вот, потихонечку, потихонечку, потихонечку я очухалась. Результаты коронарного шунтирования, шунты проходимы, но с течением времени у пациентки развился становость артериального клапана. И кардиохирурги ей отказывали в повторной операции, то есть большой повторной операции, потому что были большие риски. Ее протезирование клапана именно транскатетерным способом, то есть через прокол в бедренной артерии. Но тогда технология развития клапанов, именно тот катетер, через который установился клапан, он был довольно большого размера, то есть высокопрофильный. И диаметр артерии пациентки не позволял этот клапан установить именно через бедренную артерию. А это самый безопасный доступ именно для нее. Поэтому в тот момент мы помогли ей, была дилетация артериального клапана, расширение артериального клапана, створка артериального клапана с помощью баллона. Это временная процедура, которая облегчает состояние пациента, но не на долгий срок. То есть она дает время пациенту, дает время нам. Потом был еще раз приступ. Перед риски со званием становилось ей плохо, переезжайте, посмотрим, подкорректируем терапию лечения, положим, посмотрим, может повторно баллонную дилетацию клапана сделаем, чтобы облегчить состояние ваше. Точно так же вызывали, скорую, и опять я туда же. Мы очень переживали, она неоднократно к нам поступала, и мы постоянно за нее очень волновались, чтобы у нее все получилось. Она очень душевный, открытый, главное послушный пациент. Станус артериального клапана иногда непредсказуем, понимаете. Риск внезапной сердечной смерти, когда уже появляется клиника, тяжелая клиника, он довольно высок. Поэтому такие пациенты нуждаются в радикальной операции. И, конечно, мы взвесили все риски за и все против. Это, в общем-то, стандартные процедуры для каждого человека, не только Наталья Борисовна. Когда мы определяем все за и против для какого-то вмешательства, и мы видим, что вот эти факты риска, они не позволят нормально провести повторную кардиохирургическую операцию и грозят огромным количеством осложнений, в том числе и самых серьезных. И поэтому задумались о малоинвазивной помощи, и на сегодня, к счастью, это возможно. Альтернативы-то большой нет. Это либо открытая хирургия, либо то самое балонирование, на котором все и заканчивается. Но это, безусловно, временный очень результат, который позволяет какой-то полгода-год и кольценоз, и другие патологические процессы в клапане, они все равно сделают свое дело. И стенозирование, то есть сужение этого клапана однозначно вернется. И клиническая ситуация, жалобы пациента в виде, как одышка, и боль в груди, и синкопальное состояние возможное, они, к сожалению, все равно не останутся, они будут прогрессировать. Технологии пошли вперед, на месте не стояли. Появились клапаны нового поколения, более низкого диаметра катетера, низкопрофильные. И вот они мне подобрали вот этот клапан. Почти год ждала, пока появятся клапаны. Человек беспокоит, человек сам придет и будет просить операции. Тем более, это довольно сильно беспокоило. Довольно долгий период времени, получается, считает, это около двух лет натянулось заболевание, пока не пришли к такому результату радикально, к операции. То есть два года мы шли к этой операции. Ну и так вот и поехали на операции. Самое интересное, что тогда были две такие похожие пациентки, как-то похожие они были по болячкам и похожие по истории немножко, так скажем, болезни всей. Они были так вдвоем в палате, они оказались с подружками еще. Я захожу, ну сидит Анаида. Ну кинулись друг другу. Встретились совершенно случайно, хотя знакомы всю жизнь. И на приеме в поликлинике, когда уже оформлялись в стационар ложиться, вдруг я увидела ее. И прям так даже мы смелькнули, господи, хоть бы она была вместе со мной. Так и оказалось. Потом в одну палату у нас положили и начали готовить к этой манипуляции. Динагнозы одинаковые были. И положение физическое одинаковое было. Конечно, переживала. Как переживала? Ну а потом себя, конечно, взяла в руки. Так, Наташа, прекрати. Веди себя нормально. Она переживала гораздо сильнее, чем я. Наверное, потому что я медик и представляла, что он меня ожидает. А она переживала очень сильно. Учитывая, что есть много сопутствующих патологий, что пациентка не совсем простая в плане заболеваний, операция была, в данном случае ее проходила под наркозом. То есть пациентка ложится на стол, делается наркоз, устанавливается трубка в гортань. За нее дышит аппарат искусственной вентиляции легких. То есть аппарат за нее дышит. Потом делается прокол в бедренной артерии. В данном случае лучше делается справа, чтобы не переваливаться через пациента, чтобы она удобнее была нам, чтобы ближе был весь инструмент. Устанавливается катетер, необходимый для доставки клапана. Довольно так скрупулезно и дотошно, именно даже выключает свет в операционной, чтобы лучше видеть монитор, чтобы более концентрироваться внимание именно на метках клапана, чтобы правильно его поставить, понимаете, чтобы именно в той позиции необходимый. Потому что этот клапан, во-первых, отодвигает створки своего родного клапана, и должен стоять так, чтобы довольно герметично он стоял, чтобы кровь ушла через клапан, а не за пределами протезного клапана и шла кровь. В ее случае клапан, он самый расширяющийся, то есть он имеет память формы. То есть в этом месте он ставится, и постепенно, в течение времени, недели-двух, он дорасширяется, более герметичный становится. Мне хотелось воды так, как никогда в жизни. Вы не представляете эту жажду? Это такое состояние, меня вот так все колотило от того, что я хочу пить. Сам факт, что вот после операции, она в реанимации, так довольно позитивно, все прошло хорошо, да, все, клапан стоит, клапан стоит, все нормально. То есть мы весь путь прошли параллельно друг с другом. У меня период восстановления прошел абсолютно нормально. Мне когда перевели в палату, сказали, что можно встать, я встала и пошла. Надо понимать, что человеческий организм довольно сложный. И чтобы сказать, вот так как в машине заменить какое-то запчасти, сразу все поменялось радикально, и машина поехала все по-новому, сердце не так легко. Наберите сил, все постепенно, сердце надо дать восстановиться. Отдышка, конечно, прошла, нет такой. Это разве сравнить, как вот сейчас и тогда. Это вот что небо, что земля. Вот дома я не могла пройти до калитки. А сейчас я цветы сажаю, я наклоняюсь, у нее тюльпаны, огород у меня, у меня розы. Пациентка довольна. Мы с ней периодически созваниваемся. Она просто не нарадуется жизни, это как бы второе дыхание для нее. Сейчас мы общаемся довольно часто. Правда, она не соблюдает то, что я ее прошу. Я каждый вечер гуляю по Аторбеково, просто так гуляю. И каждый раз она обещает, что она пойдет со мной, но не идет. Я могу тут два квартала там пройти, но не больше. Я так, конечно, не хожу, как она, а надо бы. Мы не теряем связь с пациентами, их дальше отслеживаем, наблюдаем пациентов, именно как работают эти клапаны. Надо понимать, что наши технологии недолговечны. Надо понимать, что эти клапаны не биологические. И эти биологические створки, которые сделаны из перикарда животных, эти искусственные створочки, они тоже подвергаются процессам дегенерации. То есть они тоже могут покрываться кальцием, как нативный клапан, ортальный. И тоже можно представить дисфункцию ортального клапана. Плюс наши технологии в том, что средняя служба клапана считается 10 или 15 лет. Если через 10-15 лет с клапаном что-то происходит, то мы довольно легко ставим клапан. Клапан устанавливается. И в этом месте, в частности, родной клапан, первый клапан, и ставится еще второй клапан. И второе дыхание, мы тут не ограничены. Повторная операция вполне легко может выполниться через время пациента. Самое лучшее мнение о врачах – это не то слово. Очень хороший коллектив. Это ж ценно. Вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok